Добрый вечер! Подведем итоги этого дня вместе в студии Анна Маскаленко. И вот главная тема. В Барнауле на время строительства трамвального кольца на пересечении проспекта Ленина и улицы Пионеров специалисты профильного комитета проводят мониторинг транспортной ситуации. Об этом в выпуске. Барнаульский пенсионер чуть не лишился всех своих накоплений. Однако полицейские помешали мошенникам похитить его сбережения. И подробности через несколько минут. В Барнауле торжественно открыли 13-й фестиваль единоборств «Детям планеты. Мир без наркотиков». Детали соревнований далее. В Барнауле на время строительства трамвайного кольца на пересечении проспекта Ленина и улицы Пионеров специалисты профильного комитета проводят мониторинг транспортной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Мониторинг ведут на основных транспортных узлах, куда теперь перераспределяется поток с проспекта Ленина. Площади текстильщиков и Октября. Пересечение проспекта Калинина и улицы Микулагина и Аносова. Пересечение проспекта Ленина с улицей Аносова. По результатам мониторинга изменят работу светофоров, чтобы улучшить пропускную способность дорог. В Барнауле голосуют за благоустройство общественных территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда». Аллея рядом с улицей Малахова от улицы Юрина до Антона Петрова тоже находится в списке голосования. Эту зеленую зону начали благоустраивать еще 42 года назад. Однако сейчас необходимо обновление зеленых насаждений, обустройство детских зон, реконструкция участка возле часов – главного символа Ленинского района. Также нужно поставить лавочки и положить брусчатку на месте асфальтовой дорожки. То, что сегодня аллея востребована, то есть нет никаких сомнений. Мы видим, что ежедневно здесь очень большое количество жителей Ленинского района гуляют, в том числе с детьми. А кроме этого, то, что в непосредственной близости находятся транспортные развязки. Голосование продлится до конца мая. Это можно сделать тремя способами. На сайте за.городсреда.ру, на портале госуслуги, с помощью волонтеров по адресу Ленина 6 или в торговом центре «Пионер». По результатам голосования выберут одну территорию, которую благоустроят в следующем году. Кстати, всего в голосовании участвуют 37 объектов. Пока лидирует парк культуры и отдыха «Центральный», «Зеленый сквер» и «Сиреневый бульвар». Первое заседание по делу экс-главы Новосибирского областного суда прошло сегодня в Барнауле. Римма Шатовкина обвиняется в превышении должностных полномочий. Рассмотрение перенесли в Барнаульский центральный районный суд, чтобы обеспечить объективность. Уголовное дело возбудили еще в январе прошлого года. Следствие считает, что в 2018 году Римма Шатовкина без правовых оснований потребовала копии процессуальных документов в одном из районных судов. В материалах говорилось о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении должностного лица управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области. По данным следствия, Шатовкина рассказала подозреваемым о планируемых ФСБ обысках и у них появилась возможность уничтожить часть улик. Экс-глава Новосибирского областного суда утверждает, что у следствия нет необходимых доказательств. Она ссылается на конфликт интересов, связанных с ее бывшей должностью, сообщает издание РПК Новосибирск. Судья разъяснил права и обязанности участвующим в деле. После заседания объявили перерыв, так как обвиняемую ненадлежащим образом предупредили о дате проведения. Рассмотрение продолжится 31 мая. Добавлю, максимальная мера наказания, которая грозит Шатовкиной – лишение свободы на срок до 7 лет с лишением возможности заниматься определенной деятельностью до 3 лет. Била детей металлической трубой. 42-летнюю жительницу Крутихинского района обвиняют в истязании четырех мальчиков 2007, 2008 и 2010 годов рождения, которые находились под ее опекой, а также в ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию. Как сообщают в региональном следственном комитете, женщина регулярно доставляла детям физические и психологические страдания. Избивала резиновым шлангом, ремнем, деревянной палкой и даже металлической трубой. Кроме того, за непослушание она закрывала на длительное время мальчиков в помещении хозяйственной постройки или заставляла спать на кровати без матрасов. Следователями доказано 27 эпизодов насилия над детьми по малозначительным поводам. Непослушание мальчиков, которые некачественно выполняли работы по хозяйству. Не выдержав истязаний, дети сбежали из семьи. В настоящее время они помещены в одно из детских учреждений края. Во время предварительного следствия обвиняемая вину не признала. Уголовное дело направлено в суд. Барнаульский пенсионер чуть не лишился всех своих накоплений. Однако сотрудники патрульно-постовой службы предотвратили хищение сбережений. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления МВД. Во время дежурства сержант полиции Вадим Уткин и старший сержант Ольга Педаева обратили внимание на обеспокоенного пенсионера, который стоял возле банкомата. Он нервно разговаривал по телефону, держал в руках лист бумаги. При разговоре дедушка пояснил, что ему позвонили якобы с банка, представили с сотрудниками, сказали, что с карты его списываются деньги и надо срочно их снять и положить на страховой счет. Сначала пенсионер не шел на контакт с сотрудниками полиции. Настойчиво собирался перевезти мошенникам все свои накопления – полтора миллиона рублей. Но потом все-таки доверился правоохранителям. Хорошо, нормально. Они пытались до меня достучаться, так сказать. Что нельзя верить, потому что это мошенники, мошенники, мошенники. Сотрудники уголовного розыска подробно рассказали потерпевшему о способах телефонного обмана. Он написал заявление. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ректоры алтайских вузов сегодня прокатились на драконах и подписали соглашение, которое положит начало развитию студенческой гребли на лодках и сапах в Алтайском крае. Артем Тарасов расскажет подробности в нашем материале. В Англии с 1829 года соревнуются два университета – Оксфордский и Кембриджский. А у нас, если сразу восемь – зрелище. Так, один спортивный руководитель региона комментирует новость о появлении студенческой лиги погребли на лодках-драконах и сапбордах в Алтайском крае. С ее помощью хотят популяризировать именно эти водные виды спорта. «Стоял вопрос о драконах и о сапах. Сапы – это сегодня самый быстро растущий водный вид спорта в мире, самый быстро растущий. А драконы – это достаточно увлекательно, и соревнования очень массово проходят и на российском уровне, и на мировом уровне». Аналогов такого проекта нет даже в России. Теперь и ректорский состав вузов Алтайского края подписал соглашение с лигой. Студенты станут полноправными участниками ассоциации. Первые соревнования, а точнее студенческий фестиваль водных видов спорта запланирован уже на 10 июня. До этого начинающих грибцов ждут тренировки. «Студенчеству интересно все новое, поэтому новый вид спорта, который мы сегодня нам продемонстрировали, я думаю, что студенты уже уверены в том, что и команды созданы, в том, что это будет пользоваться большой популярностью. Здесь очень немаловажно, что эти занятия будут проводить профессионалы, будут проводить на бесплатной основе, что студентам даст возможность заниматься в свободное время». После этого ректоры и сами попробовали себя в роли грибцов. Заняли свои позиции в лодках-драконах, и под звуки барабана, так создается ритм команде, совершили первый заплыв. «Я думаю, это легко. Главное – командовать и синхронизировать все движения». «Это сабборд – еще одно приспособление для соревнований студентов. Для новичков он проще, на нем легче учиться кататься, нежели на байдарках или каноэ. Однако стоять на нем все же не так просто, как кажется на первый взгляд. Пожалуй, я могу сейчас по неуклюжести неожиданно для себя начать купальный сезон». Организаторы готовы предоставить весь инвентарь студентам и уже принимают заявки на тренировки. Более того, есть амбициозная задача – выставить команду Алтайского края на всероссийские соревнования «Погребли на лодках-драконах». «Самое основное – это, конечно, массовость, о чем говорил Юрий Неменович. И эта задача передоочередная. Но, тем не менее, мы не отбрасываем и спорт высших достижений. То есть предоставить команду на чемпионат России. Я думаю, в этом направлении мы будем работать. Либо это будет команда от одного УЗА. Посмотрим, как будет формироваться команда. Либо эта команда будет сборной. Дальше мы уже совместно с УЗАМ эту тему отработаем. Остается лишь надеяться, что новое увлечение барнаульских студентов действительно обретет массовость и подарит нам новых чемпионов и мастеров. Кстати, сапсюрфинг с 2028 года станет олимпийским видом спорта. Будет время подготовиться. Артем Тарасов, Сергей Балуев. Новости. 3000 спортсменов собрались на фестивале единоборств «Детям планеты. Мир без наркотиков» в Барнауле. В этом году соревнования проходят в спортивном комплексе «Темп». И подробности в сюжете. Так начался первый соревновательный день. Удары, захваты, победы и поражения. Команды из 40 регионов России, а также Казахстана, Узбекистана, Таджикистана приехали в Барнаул побороться за медали и кубки на международный фестиваль единоборств. Самым юным спортсменам 8 лет. Команды выступают в разных видах боевых искусств. В их числе кикбоксинг, кунг-фу, рукопашный бой, киук и сенкай, спортивная борьба и карате. Всего 17. Еще одним направлением на соревнованиях стало Кабудо. За 13 лет проведения фестиваля в этой дисциплине состязаются только последние три года. Мои ребята сегодня выходили на татаме. Мы выступали сегодня в разделе Кабудо. Вообще, на самом деле, наши дети ничем не отличаются от других детей. Они такие же талантливые, они такие же целеустремленные. Все зависит только лишь от тренера, инструктора школы, который прививает любовь к тому единоборству, в котором данный ребенок занимается. Помимо школы, отмечают тренеры, важны отношения между спортсменом и наставником. А общий боевой настрой команды на любых соревнованиях – залог победы. Сами участники считают, главное – побороть эмоции. Самое сложное – это чувство. Надо не бояться, и если проиграл, то не расстраиваться. На самом деле, где-то сложно, а где-то еще более-менее. Самое главное – это по эмоциям не сорваться. Мне нравится это тем, что это можно, во-первых, самозащититься, во-вторых, развивается тело, эмоционально ты развиваешься. Соревнования продлятся три дня. На второй день на ринге и татами выйдут подростковые команды. Последний день будут бороться уже юниоры и взрослые – спортсмены до 40 лет. Соревнования посвятили памятным датам – 85-летию Алтайского края и 77-летию Великой Победы. Сегодня мы все с вами вместе продолжатели традиций и дела победителей, тех, кто спас мир от фашизма. Ну а то, что наш фестиваль весь проходит под девизом «Детям планеты мир без наркотиков» – это очень важное направление нашей деятельности. Вы своим примером показываете, чего может достичь человек, если он отказывается от вредных, тем более пагубных таких привычек. Сегодня фестиваль «Детям планеты мир без наркотиков» крупнейший в Сибири. Он продлится до 15 мая. Тогда будут известны лучшие команды и вручены награды чемпионам. Алина Пенигина, Денис Кузьменко. Новости. Четыре олимпийца лыжника побывали на майских праздниках на Алтае. Отдых организовала компания «Мариара». Мероприятие стало завершающим в акции «Угадать чемпионов», в которой покупатели голосовали за спортсменов. Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам побывали на Алтае. На майские каникулы их пригласила компания «Мариара». За результаты спортсменов переживала вся страна. Поэтому поддержать нашу сборную и привлечь внимание к их нелегкой борьбе за медали и рекорды решили в торговой сети. Еще в феврале «Мариара» провела акцию «Угадай чемпиона». Покупатели магазина голосовали за спортсменов, которые, по их мнению, должны были взять золото. Я был приятно удивлен, что сибиряки, скажем так, меня поддержали в этой акции и угадали. Что болели за меня, переживали и многие из них выиграли. В середине мая мы были в Белокурихе, но тогда, если честно, мы не особо много куда и что-то посмотрели. То есть здесь нас так идеально, можно сказать, встретили. Нам показали абсолютно другой Алтай по сравнению того, что я видел. В акции «Угадай чемпиона» приняли участие 53 тысячи человек. Больше шести с половиной из них угадали спортсменов. Среди победителей разыграли сто призов – лыжи, сноуборды, коньки и скандинавские палки. Лидером голосования у покупателей стала и Юлия Ступак. Девушка приехала на Алтай со своим мужем и сыном. На отдых, именно вот, компанией, семьей мы приехали первый раз и уже давно достаточно хотели здесь побывать. Как бы, потому что наслышанно о природе. Вчера летали на вертолете. Вот это было вау. Это даже не вау, это просто тройное вау. Спортсмены ежедневно тренируются и постоянно на сборах вдали от дома. На Алтае лыжники смогли провести время активно со своими родными, благодаря компании «Мариара». Каждый день чемпионы участвовали в самых разных мероприятиях – велопоходах, пеших прогулках по горным тропам, где они увидели снег и рядом цветущие поляны, экскурсиях и даже покатались на вертолете. Кроме того, семьям чемпионов провел сырное шоу партнер «Мариара» – алтайский производитель «Киприна». В этот период у них не настолько большой промежуток времени, чтобы отдохнуть. И если бы предложение было другое – приехать одним, без семей, многие бы, наверное, отказались. Александр Федорович хорошо сделал, что пригласил их семьями. Сейчас у лыжников отпуск. Сразу после возвращения с Алтая они начнут подготовку к следующему сезону. Выше для спортсмена быть ничего не может, олимпийского золота. Но если посмотреть на мою карьеру, то у меня нет одной медали с чемпионата мира. Мне хотелось бы все-таки покорить турдески. Поэтому целей и мечет, можно сказать, их много. И посмотрим, как дальше будут развиваться события. «Мариара» приготовили сюрпризы для спортсменов. Именные статуэтки, памятные подарки, термосы, рюкзачки, футболки и кепки с логотипом бренда «Сити». Не было таких наград, за радость ударенную кепку. А это от всего сердца, реально, это ту радость, которую подарили болельщикам. Олимпийцы отдохнули на Телецком озере. Познакомились с красотами уникальной алтайской природы, чтобы с новыми силами вернуться к тренировкам. Кстати, сборы у спортсменов начнутся уже 15 мая в Крыму. «Мариара» благодарит всех своих покупателей за участие в честовании чемпионов на сибирской земле. Алина Пенигина, Роман Хайрулин. Новости. В большинстве районов Алтайского края высокая пожароопасность сохранится до 16 мая. Жителям региона напоминают, сейчас использование открытого огня категорически запрещено. Нельзя жечь сухую траву, мусор, разводить костры. Даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения – дыма, запаха гари – необходимо срочно вызвать пожарных, обратившись за помощью по телефону 01 по сотовой связи 101-112. И на сегодня это все. Я желаю вам хорошего вечера и отличных выходных.